Глава пятая. Ткани растений и животных. Вы уже знаете, что живые организмы по своему строению делятся на две большие группы – одноклеточные и многоклеточные. Тела одноклеточных организмов состоят из одной единственной клетки, в которой протекают все процессы жизнедеятельности. Иначе обстоит дело у многоклеточных организмов. Их тела состоят из множества различных клеток, и каждая из них выполняет строго определенную функцию. Одни служат опорой тела, другие обеспечивают пищеварение, передвижение веществ, размножение организма. Запомните, группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым функциям, образует ткань. Клетки одной ткани соединены между собой межклеточным веществом. В растениях различают образовательную, основную, покровную, механическую и проводящую ткани. Образовательная ткань состоит из мелких, постоянно делящихся клеток с крупными ядрами. За счет деления этих клеток происходит рост растений. Покровная ткань защищает растения от неблагоприятных воздействий, от повреждений. Она образована как живыми, так и мертвыми клетками. Толстые и прочные оболочки этих мертвых клеток не пропускают ни воду, ни воздух. Покровная ткань связывает растения с внешней средой. Через специальные образования, устьица и чечевички, растение дышит, испаряет воду. Механическая ткань придает растению и его органам опору. Клетки ее имеют утолщенные, одревеснившие оболочки, а живое содержимое в них часто отсутствует. Представление о прочности механической ткани вы можете получить, разбивая скорлупу грецкого ореха или косточку абрикоса. По проводящим тканям передвигаются вода, растворенные в ней минеральные соли и органические вещества. По внешнему виду клетки напоминают сосуды или трубочки, которые тянутся через корень и стебель в лист. Основная ткань образует мякоть листа и плодов, мягкие части цветка, главную массу коры и сердцевины стеблей, корня. Главная ее функция – образование и накопление питательных веществ. У животных различают четыре типа тканей – эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Эпителиальная ткань выстилает наружную поверхность тела животных, полости внутренних органов, например, ротовую полость, полость желудка, кишечника. Клетки ее очень плотно прилегают друг к другу, а межклеточное вещество почти отсутствует. Такое строение обеспечивает защиту ниже лежащих тканей от высыхания, проникновения микробов, механических повреждений. Эпителиальная ткань участвует и в образовании желез. Слюнных, потовых, поджелудочной, печени, которые выделяют важные вещества для организма. Соединительная ткань выполняет опорную и защитную функцию. Она же определяет и форму тела, может служить энергетическим депо и предохранять организм от потери тепла. К этому типу относятся костная ткань, хрящ, жировая ткань, кровь и другие. Особенность этой ткани – наличие большого количества межклеточного вещества. Важная особенность животных – их способность к передвижению. Движение большинства животных – результат сокращений мышц. Мышцы состоят из мышечной ткани. Различают гладкую и поперечно-полосатую мышечные ткани. Их основное свойство – возбудимость и сократимость. Нервная ткань образует нервную систему животного. Ее основу составляет нервная клетка, главные свойства которой – возбудимость и проводимость. Итак, ребята, вы должны запомнить, что ткань – это группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым функциям. Клетки тканей соединены между собой межклеточным веществом. В растениях различают образовательную, основную, покровную, механическую и проводящую ткани. У животных – эпителиальную, соединительную, мышечную ткань и нервную.